Всем здравствуйте! Сегодня у нас обзор замечательных тканей из интернет-магазина Тори Ткани. Я очень люблю трикотаж, там трикотажа большой выбор. И здесь у нас в основном такие уже весенние-летние ткани. Помимо тканей я еще заказала фурнитуру, всякие такие штучки там мне очень нравятся, всякие шнурочки, вот такая вот интересная кошечка. Я все буду показывать, что к чему я заказала. Это нашивочка и, конечно же, для того, чтобы красиво обрабатывать линии горловины, рукава, в зависимости от того, что я буду шить, заказала еще вот такие вот манжетики. Откладываю всю сторону, буду потом прикладывать к ткани. А в конце видео вы сможете получить ответы на многочисленные вопросы, как работать с довязом, как его шить. То есть в конце видео я, там будет вставочка, там где я показываю, как лучше соединять вот эти вот довязы. Итак, первый трикотаж, на который мы с вами сегодня будем рассматривать, цвета хаки, камуфляжный, можно его еще назвать. Очень приятный на ощупь. Я думаю, что все с таким трикотажем уже знакомы, потому что футболки, которые мы носим, это как раз этот трикотажик. Производство Германия, ширина метр шестьдесят. В описании к видео есть ссылочки на магазин, и этот магазин делает отправку по всему миру. И для зрителей нашего канала предоставляет 10% скидку на первый заказ. Нужно только указать промокод ткани женщины. Цветовая гамма, здесь присутствуют хаки, серый оттенок, голубой оттенок, немножечко такой желтоватый. Все это смешанное красиво, и сюда прекрасно-прекрасно вписывается вот такая вот нашивка. Вот можно сделать замечательную футболку. Кошечка я ее называю, такая голубоглазая блондинка. Беленькая, с яркими-яркими голубыми бирюзовыми глазками. И вот цвет, видите, как он красиво-красиво перекликается. Поэтому что-то будем использовать и шить. И, конечно же, я думаю, что будет смотреться очень красиво. Мне всегда нравится принт-газета. Смотрится стильно изделие. Тоже это стрейч-кулир. Этот стрейч-кулир производства Турция, и ширина здесь 1,80 м. Цветовая гамма здесь, как вы видите, и желтая есть, и красная, черная на белом, и даже розовый такой вот оттенок. Муж говорит, ну это мне нужна такая футболка. Ну, действительно, именно этот принт, он подойдет как мужской одежде мы можем использовать, так и в женской одежде, в детской одежде. И бесконечное количество и разнообразие изделий можно пошить из этих тканей. Это могут быть и платья в спортивном стиле. Ну, я имею в виду и стрейч-кулир. Это могут быть футболки. Это могут быть ластины. Это могут быть шорты детские, мужские, на девушек. Это может быть, допустим, пижама, да, что-то для сна. Это может быть домашняя одежда, это может быть просто какой-то халатик, сарафанчик на лето. Будет просто замечательно. И, естественно, вот довяз, который мы можем использовать вместе с этой тканью при обработке горловины, будет замечательно и смотреться, и будет освежать, и, конечно, в обработке. Легче становится нам работать с этим довязом. Следующая ткань, это уже не трикотаж. Это плательный жаккард. Производство Италия. Ширина метр сорок. И вот плательный жаккард, ну, я бы сказала, что это такая вот костюмная ткань. Потому что, когда жаккардовую ткань мы берем в руки, то немножко она как-то по-другому ощущается. Но называется она именно жаккард плательный. Ну, так, наверное, правильно, я не знаю. Здесь можно использовать как лицевую, так и изнаночную сторону. В этой ткани, вот смотрите, с одной стороны такие беленькие квадратики, с другой стороны как плюсики и уже черного цвета. Поэтому можно здесь обыграть и сделать, допустим, основную вот эту ткань. Сделать воротничок какой-то, сделать, допустим, манжетик. Ну, что-то, что-то как-то применить, чтобы обыграть именно изнанку. Что можно шить из этой ткани? Ну, здесь могут быть и какие-то такие легкие жакетики. Здесь можно пошить и костюмчик брючный, и костюмчик с юбочкой, и, конечно же, платьице. И может быть такой деловой сарафан под блузу. Одеваем сюда белую блузу, либо черную блузу. Тоже будет смотреться замечательно. Немножечко ткань растягивается по поперечной, по долевой растяжимости нет. Ну, растяжимость такая вот, ну, небольшая, но она здесь присутствует. Ткань не плотненькая, но тоненькая, да, вот можно сказать, плотненькая, но тоненькая. Она ближе такая весенне-летняя. Именно весенне-летняя это не зимний вариант. Ну, сейчас, конечно, уже близится весна, поэтому сейчас именно эту ткань можно использовать для пошива. И вот я на нее смотрю, она не мнется. Сейчас вот так вот посильнее, посильнее. Ну, практически вообще ничего не видно, что я ее вот так вот зажала. Опять трикотажик. Стрейч-кулир, но вот этот трикотаж, именно здесь такая цветовая гамма и серый оттенок с хаки, и зеленый оттенок, и желтый оттенок. Он такой более-более легкий, более тонкий. Я не помню, что производство, не буду говорить, не буду сейчас искать, что можно шить и с этой ткани. Сарафанчик можно шить, можно шить тунику. Почему тунику? Потому что я уже говорю, что она такая более тоненькая. И если шить, наверное, платье, ну, хотя я не вижу, чтобы она, честно говоря, и светилась. Нет, она не светится. Можно использовать даже и на сарафан, и на платье. Ну, я, наверное, пошью с нее все-таки тунику. Тоже посмотрю еще. И сюда вот такой вот шнурочек. Что можно сделать с этим шнурком? Ну, вот я недавно шила платьице. Ну, мне нравится сейчас мы делаем такие люверсы. И вот так шнурочечком зашнуровываем. Смотрится очень интересно. Я выполняла шнуровочку спереди. Ну, эту шнуровочку можно расположить вот так вот под косым углом к линии проймы. И, допустим, сделать вот отсюда. Тоже будет красиво смотреться. Кстати, я не показывала еще один шнурочек. Именно вот к этой жаккардовой костюмке серый шнурочек. Тоже можно пошить какое-то интересное платьице и использовать шнурочек. Ну, оно будет тогда уже, ну, не такое деловое, а более спортивного плана. И еще один трикотажик. Тоже это стрейч-кулир. Здесь ширина... Ширина метр шестьдесят. Производство Германия. Тоже очень мягенький, очень легенький. Ну, вот я с этого трикотажика вижу, допустим, платье. Я вижу с этого трикотажа очень красивый сарафан. Футболка тоже будет прекрасно смотреться. Футболочка на детские вещи. Отлично. Кстати говоря, вполне-вполне возможно использовать этот трикотаж и для пошива, допустим, и мужской футболки. Для мальчика, для подростка, для юноши. Почему бы и нет? Потому что цветовая гамма вот здесь вот и синяя, и голубая, и желтая. Но при этом, когда смотрите, здесь такие мазки идут. Но нет такого явного, что здесь цветочки, допустим, использовалось. К этой ткани можно использовать тоже довяз. Это может быть такая вот круглая горловина. Можно сделать V-образную горловину. И вот здесь вот все сшивается. Тоже будет интересно смотреться. Можно сделать, ну, как бы, типа бомбера, да? Вот горловина как делается, можно сделать по типу бомбера. Тоже прекрасно смотрится, с желтым цветом освежает. Жду от вас ваши пожелания, что, какого фасона, с какой ткани, с какого трикотажа, вернее, сшить. И что вы видите, что можно пошить из костюмки жаккард плательной. Потому что тоже она такая очень необычная, интересная. И надо подумать, да, что с нее такое сшить, чтобы действительно она, ну, себя показала, эта ткань. А не наоборот, куда-то ушла на второй план. Итак, смотрите, сам довяз вот имеет здесь всегда такие вот ниточки, которые нужно, в принципе, убирать. Но я их убираю уже непосредственно перед тем, как начинаю работать. Но я вам показываю, что они убираются. Теперь сам довяз, конечно, края закончены, но мы же с вами используем только ту длину, которая нам нужна. Ну, допустим, вы взяли, отрезали нужную длину, и как соединить вот эти концы? Ну, можно поступить двумя способами. Один способ – это обработать оверлаком, шить и сделать в разутюжку, но это будет такой некрасивый способ. Поэтому лучше поступить вот таким вот образом. Значит, вот вы складываете вместе их, и вот так вот делаете как бы нахлёст. Шов практически бельевой. Смотрите, вот я делаю отступ, теперь заворачиваю вот этот вот край сюда, делаю строчку и поворачиваю. То есть вот здесь вот у нас вот такой вот как бы запакованный получается шов в шов, вот так, вот как бельевой. И тогда у нас строчка вот здесь и строчка вот здесь. Ну, сейчас, видите, оно всё же не проутюжено. Естественно, нужно это делать всё аккуратненько, не спеша, и можно получить такой красивый, хороший результат. Получается чистая работа с одной стороны и с другой стороны. Продолжение следует...